Всем привет, дружочки-пирожочки, с вами товарищ Сафронов, и в новом чайку сегодня решил испить из вот такой вот чашечки. Да, такие штучки, на самом деле, я сказал давно, забыл про неё совсем, про вот эту вот штучку-дрючку, но тем интереснее, ладно, получается. И тем более, что сути не меняет она, всё равно. Это игрушка от Zuru, называется Bitty Britty, Zuru, ой, сколько Bitty Britty всяких. Вот, видите, чашечки она сделана, вот такое вот, внутри должна быть какая-то кукла и всякие аксессуары. Вот у нас, типа, очередная аллюзия на куклу-сюрприз в какой-то капсуле, да? Не будем уже много раз так сравнивать совсем понятно с чем, но, в общем, вы поняли с чем. Такие тоже, тоже какие-то эти. Видите, тут какое-то сочетание. Kittles Cafe я показывал вам это, где кукла была с чайными пакетиками, с чашечкой кофе, и кошечки были. И, соответственно, здесь что-то взяли оттуда, что-то взяли оттуда. Сделает Zuru, известная компания, много всяких игрушек они производят. Я заказал, кстати, из Америки эту штучку в посылке от LightMF. Распаковочку можете посмотреть. И, если кому интересно, заказать тоже можете из Америки. По поводу цены поговорим попозже. Давайте вначале, потому что ценообразование довольно забавное. И давайте посмотрим, как это нужно открыть. Видимо, как-то здесь. Слушайте, у меня руть, да? Да, да, да. Спасибо, что кто-то мне подсказал, что нужно сделать новый обзор на канцелярочку. Друзья мои, делаем обзор на канцелярочку. На новый нож, потому что это все предыдущие. Я не знаю, у меня ножекрат, как вы знаете, завелся, возможно, какой-нибудь. Так, открываем. Ну, я не знаю, возможно, здесь открываем, возможно, нет. О, ну нет, здесь точно нужно было открыть, потому что иначе, иначе это было бы неправильно. Так, с этой стороны открываем, с этой стороны открываем. Открываем, я говорю. Открываем. Вот. Короче, вот такая вот чашечка. Мне бы хотелось, чтобы чашечка сама сохранилась. Она же сохранится. Я очень сильно надеюсь на это, чтобы чашечка сохранилась. Потому что тогда можно было бы как бы людям играть, чай пить. Не мне, не мне, конечно, людям. Так, в какой очерёдности что открывать? Написано или нет? Не написано. То есть мы, по крайней мере, я не вижу. Здесь у нас, походу, кукла, здесь аксессуар. Я думал, тут ещё пусто будет внутри. Вау, это подставочка в виде блюдца. Прикольно. Чашку можно, смотрите, поставить сюда. Это классненько, классненько. Так, а помимо этого... Так, давайте посмотрим, что ещё тут у меня. Извините, давление, как обычно. Попробно подготовился. Вот, так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, есть у нас некий пакетик. Давайте его откроем. Смотрим, что в нём. В нём... Ага. В нём воздушный пластилин. Ну, типа как... Типа как были, как они назывались-то, залипаки. Вот такая вот история примерно, та же самая. Вот, только он с блёстками. И вот такой вот тягучий. То есть он засохнет. Надо будет что-нибудь из него слепить срочно-срочно. Иначе он засохнет, застынет и будет... Ну, просто, если вдруг забудете слепить, Скатайте, у него шарик будет. Хотя бы шарик-попрягунчик прикольный. Вот. Просто можно его пока положить. Может быть, для чего-то он понадобится. Следующий элемент это... Мне кажется, здесь кукла. Нет. Здесь кукла или не кукла? Что здесь? О, здесь нет. Здесь не кукла. Ой, а что это такое? Это какая-то резиновая... Резиновая бабочка, в которой, по всей видимости, розочки, которые нужно отколупливать вот отсюда. Да, да, это такой летничок. И мы вот эти все аксессуары... Зачем? А что? А для чего? Я просто не знаю. Я заказать заказал, а еще не смотрел сам, что это за кукла такая простая. О, прикольно. Видит в чашечке куколка. Ну ладно, короче, вот такая вот розовая. И там еще что-то есть. И там еще... О, мини-чайничек. О, и мини... Что-то еще. Ой, тут еще мини-чай. Короче, все про чай. Для любителей капуфти. Вот. Это... А, а! Чайник улетел. Короче, для любителей чайка. Иго-фига. Нет, это чайка, потому что здесь все суперчайное. Чайник с крышкой. И чашечка вот такая вот. И также буклет. О, какой он. Нестандартный. С какими-то уголками. Может, его куда-то можно что-то с ним делать, нет? Или это просто так вот они сделали? С какого-то ламинированного материала сделано. Так. Вот у нас что здесь есть. Чашка. Ну, вот. Сюрпризы, видимо. Вот так вот. Так. Теплая вода понадобится. Платьишки. Всякие такие. Ладно. Открываем. Так. Первая линия же должна быть. Должна же быть. Друзья, сейчас нам пригодится. Ножей-то нет. Иначе что? Не придется... Не смогу открыть, понимаете? Все. 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 Эволюция зашла в тупик. Моя, естественно. Вот. Но отсюда не получилось. Так. Так. Ааа. Ну, мы знаем. Другой метод. Нет, он не сработал. Я хотел сорвать просто это все дело, но... Давайте смотреть. Так-так-так. Так-так-так. О. Тик-тик-тик. Какая же попадется? Что же попадется? Кто же, кто же? Что же, кто же? Где же? Что же? Ага. И вот у нас здесь. Перед нами открывается следующая история. А как это все? Что? Хватит меня пугать. Штука. О. Все, все вышло. О. Ну, тут серьезно. Нет, может, как-то можно, но не знаю. Надо цивилизованно это сделать. Так. Так, вот у нас чайный пакетик. Чайный пакетик куклы с чайком, да? Вот. И, собственно... Что она такая маленькая, да? Или здесь кукла? Или эта кукла? Наверное, эта кукла. Наверное, эта. И еще что? А, еще типа сахарок. О, это прикольно. Прикольно. Смотрите, какой. Как будто немножечко, да, там, с какими-то вкраплениями. Это, наверное, бомбочка, типа, для ванны. И вот такой вот чаечек. Так. И вот, соответственно, тут пакет. Это, наверное, здесь сама, наверное, кукла. Сейчас мы не знаем, какая. Что-то такая большая, да? Тогда кукла не маленькая. Воу. Да еще и с волосами состоящими. Воу. Еще там очки у нее. Что-нибудь еще? Нет. Прикольно. Смотрите. Ой. А что она в пленке? Это чтобы она не повредилась. Так. Пленку убирает. Тут все в упаковке, как обычно таких кукол. Все в упаковке. О. О, какая кукла. Слушайте. Ну, прикольная. Это похоже, да, на Лолки. Но что-то среднее между Лол и Хэрдорплс. Ну, у нее такие толстенькие ножки. И это делает ее более симметричной. Вот. Здесь у нее смешной завиток. Волосы. Давайте прошивку посмотрим. Ну, такая. Учитывая, что эта кукла стоит типа дешево. Но в целом не лысая. Но такая редкая прошивочка, да, совсем. Глаза. Давайте посмотрим на глаза. Блестящие. Что у нее тут под челкой? Брови. Вот так. Рот. Я не понимаю, туда можно что-то поить, кормить, нет? Просто так сделана голова. Подвижно, кстати, очень хорошо. Руки. Подвижно. Они согнуты даже, видите, по-разному немножечко. Ноги. А вот ноги странно. Они вот у нас вот так как-то сгибаются, да? И, то есть, она может, сможет сидеть. Интересно. Интересно. Первый раз такую вижу конструкцию. Но она классно реализована. Посмотрите. Она садится вот так. Очень прикольная. Новая конструкция. Я такую не видел. И очки здесь есть. Можно очки примерить уже сейчас. Там у нее должны быть, значит, уши за волосами. А в ушах есть тырки, отверстия для сережек. Значит, здесь будут где-то сережки могут или попасться. Так, ну давайте пока мы вот так вот куклу соберем. В очках она выглядит прикольно. Куклы прикольные. Но теперь нужно главное, что это типа подставка. Вот такая вот. Теперь нужно главное взять воды, налить воду сюда и размочить пакетик и бросить вот эту вот штучку. Сейчас сделаю. А, собственно, сделаем это прямо сейчас. У меня есть, она не холодная, кстати. Ну, не горячая, но вот есть прозрачная кола. Всегда новый вкус. Если не знаете, то вот. Узнаете теперь. Так, берем пакетик. Я уверен, что он должен и в такой воде раствориться. Потому что, ну, его задача же не в кипятке же ее сварить, а растворить. О, он уже, видите, прозрачным стал. И все, 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 все. По идее, эта вот штука полностью должна, может, раствориться. И из этого пакетика мы достаем. Ух ты, она фея. Это костюм феи. А, прикольный какой костюм. Детализированный довольно. Какие классные куклы. Я очень надеюсь, что они станут популярными. И лучше их заметить. Надеюсь, так что ролик этот зараспространите, как говорится, среди лицов своего Жека. Вот, так что вот такая вот у нас и юбка, и костюмчик. Это еще два элемента, получается. И, конечно, еще обувь. Да, сережек здесь нет. Или сережки это вот это. А как их вставлять, я не знаю. Загадка. А может быть, не надо было отрывать, или надо было отрывать с этой штукой. Короче, для меня загадка, загадка. А может быть, сережки здесь? Давайте откроем. Но вот здесь будет сложновато. Но у меня есть ручка-открывашка. Ручка-открывашка. Ставь лайк, если тоже открываешь, когда нет ножа ручкой. Есть такие люди вообще? Я один здесь такой. Не знаю, не знаю. Так, открываем. Берем вот этот вот кубичек. Он тут запакован-то еще в пленку. Пленочка в пленочке. Ну, видимо, чтобы не рассыпалась. Очень сыпучая штука. Главное мне не уронить его до этого. До срока. Так. Так, сахарок. Давай, сахарок. Давай, сахарок. Ну, что-то мне кажется, он не шипит. Он просто... Просто растворится, да? Ну, да, он просто растворился. А ложечки нет тогда, ребятушки. Ребятушки, нету ложечки. Никакого шипения, но... Смотрите, блестками все так стало. Придется пальцем. Вот ты лайк, если тоже мешаешь чаю пальцами. Надеюсь... Оу. Короче, оно, как бы, не сказать бы, что супер растворилось. Но стало такое волшебное, типа, блестючее. Так, и что там? Что там? Ой, это слизь от чайного пакетика осталась. Кусок не растворившийся, по всей видимости, не растворится. Это браслет. Это еще что-то. И еще браслет. Два браслета. Есть что-то еще? Походу, все, да? То есть, какой-то аксессуар может попасться. А какой? Неизвестно. Ну, ладно. В общем, давайте сейчас чуть-чуть тут приберусь, а то это, конечно, не очень так. Так, все готово. Смотрите, у нас здесь есть, как я уже говорил, вот такое блюдечко. На самом деле, слайм этот, точнее, этот воздушный пластилин, возможно, воздушный слайм, потому что он больше на него похож. И там предлагается по инструкции сделать из него что-то типа пирожка, тортика, допустим, можно положить вот сюда. А вот этими штучками украсить его, да? Чтобы они были вот такие вот, как бы, чуть-чуть, чуть-чуть украшенные, чуть-чуть украшенные штучки. Вот. Далее. Значит, у нас остается, да, сама по себе чашечка. Вот здесь со всякими узорами остается чашечка. И еще аксессуары, которые могут, можно иметь либо сделать два тортика, либо просто украсить. Значит, есть маленький чайничек и есть, напоминаю вам, что такая вот резиновенькая чашечка к этому чаю. И вот кукла сама в наряде. Вот она, в полном модировании. Вот ноги, эти сандалии, платье, юбка, браслеты, очки и розовые волосы с завитком. Вот. Из каких-то особенностей, каких-то, все вот эти элементы лучше отмывать потом в воде, потому что это слизь, и вот это вот все остается не очень приятно. Второе. Не очень легко цеплять вот эту юбку, например, какие-то элементы не очень продуманы по тому, как они будут наряжаться. И руки ее расставлены в разные стороны. Не так просто, короче, как с куклой Лол. Быстро раз, два, три. Вот. Потому что, ну, понятное дело, что изначально, как бы, пытаются все под популярность кукол Лол. Но эта кукла реально хороша. Она хорошая, она красивая. У нее куча аксессуаров. С ней можно, короче, с ней можно попить чай. Понимаете, да, в чем тема? У нее есть чашечка, которую можно дать ей в руку, эту чашечку, да? Вот так. И с ней можно попить чай. Налить чай, типа, сделаем, поиграть себе, и спить с феей чай, и угостить тортиком. Сразу игровой процесс. Сразу игровой процесс. То есть, ребенок может, ну, или кто-то, кто купит, неважно. Не ребенок, взрослый. И, короче, покупаешь, и можешь сразу пить с куклой чай. Плюс кукла, она изначально, потому что такие ноги, она отлично подвижна, и она устойчива. Она устойчива в целом. Ну, если найти баланс. Подождите. Устойчива, устойчива была. Была устойчива. Ставил ее, теперь начала падать. Вот. Она устойчива в целом. Вот. Плюс подвижна, плюс замиловидна, плюс никакой пошлости, по крайней мере, я не вижу. Хотя непонятно по картинке. Вот видите, чуть волос ее, конечно, перевешивает. Вот. И по картинке не очень понятно, как остальные выглядят, потому что это картинки. Опять же, сделаны в стилистике. Даже картинки сделали в стилистике куколол. Вот. Тут есть, как бы, вот такие. Наша эта фея, где она? Вот она. Сепирелла. Чуть неправильно не прочитал. Флэшбеки странных мультиков из юности. Вот. Короче, тут видите, киттикэт и всякие-всякие вот такие. Есть еще тут перелетки какие-то, блестящие, или что-нибудь вот таким. Но к ним уже могут быть какие-то вопросы, потому что они там какие-то в чулках, там, в каких-то там корсетах, не знаю. Ну, я не то, что к вопросу у тех, кто хочет таких миловидных кукол, а не вызывающих, как Лол, да, там, потому что у них даже название, да, про вызов, про вот такие вот скандальщики всякие вот эти вот. Ну, а здесь мы получаем стоимостью 10, меньше 10 долларов. В основном их продают наборами даже. Есть еще и большие наборы и так далее. Вот. Но в целом она даже 9, за 9 долларов, сейчас я видел, там, из двух штук 18. Ладно, 10. 10 долларов. У нас продают их за полторы тысячи где-то, этих кукол. Это, ну, многовато, но если сравнивать с теми же самыми куклами Лол, это выглядит поприкольнее. Здесь сразу, во-первых, есть, еще раз говорю, можно поиграть, взять даже если парочку, у вас сервис наберется, а не просто набор мусора и шаров. Мусор, кстати, остается приличный. Я говорю, здесь они тоже взяли с кукол Лол. Вот, смотрите, сколько осталось мусора. Вот. А это я еще не беру, вот эту вот коробку. Но в целом конкуренция, конкуренция, друзья мои, делает хорошие вещи. Кукла за 10 долларов, прекрасная, с замечательными, хорошего качества, с классными аксессуарами, сразу с возможностью попить чай. В общем, нас, видите, когда появляется конкуренция, начинают и Лол делать классные куклы, которые я вам показывал, и конкуренты начинают подбираться, и, то есть, как бы, аксессуары, и все, и за эти деньги, за которые просят. У нас, конечно, дорого, но там можно подешевле купить. Но в целом, даже за полторы тысячи рублей, это отличная, игровая, миловидная, прикольная кукла с небольшой коллекцией. И, надеюсь, будет развиваться дальше, потому что, ну, будет, иначе, много повторок, я думаю, если будет кто-то собирать. Хотя, мне кажется, что рассчитано, что купят две-три куклы, люди не будут большую коллекцию, так как их немного вроде бы. Ну вот, у меня мысли такие. На этом все, ставьте лайк, хотите видеть еще много классных, интересных игрушек, большой палец вверх, в описании все полезные ссылочки. Ну, по скриптам, конечно же, не показал вам подставку, что такое, что такое безобразие. Писали вы уже, наверное, в комментариях, тысто, пятьсот. Ну нет, показываю. Вот, у нее еще есть и подставка. И можно поставить, ну, подставку, а можно поставить вот так как-то. Можно, наверное. Да? А можно вот так и вот так. Так не продумали? Или продумали? Чтобы вот так поставить. Не продумали, но встает. Так она не совсем немножко шатается, но в целом было бы прикольно, если бы она так зафиксировалась. Было бы забавно. Вот, теперь точно все. Пока.